Так, ладно. Этот кадр все помните, да? Ну, этот кадр, который говорит о том, что нам нужно, что мы можем оценивать эволюцию во времени разными способами. Можно попытаться аналитически решить для атома водорода, а можно численно попытаться итеративно решать с помощью уравнения Ньютона. Уравнение Ньютона все видят здесь? Может кто-то не видит? Это будет карминал. Вот. К вашему вопросу о Монте-Карло. У нас есть силовое поле. Силовое поле – это вот, это уравнение. Из этого уравнения мы считаем энергию влететь в текущий набор координат, правда? Из этой энергии мы можем сделать дальше, если по шагу, два разных применить метода. Первый метод Монте-Карло. О нем мы поговорим в следующей лекции. Либо применить метод Монте-Карло-Динамики, которая основывается просто на интеграции уравнений движения. И как результат мы будем наблюдать просто за эволюцией системы во времени. Вот это вот, как называется? Помнят все? Вот это. Хотя бы кусочек чего этого? Вот с помощью какого логаритма мы узнаем будущие координаты через какую-то дольта Т? Нет, алгоритм называется интегратор. Все помните? Когда мы пытаемся, есть два основных алгоритма. Герлер и прыгущая лягушка. Лейпфрок по-английски. Так вот, откуда, если мы просто рассчитываем эволюцию системы во времени, откуда там может взяться вероятностный фактор? По идее, это должно быть детерминировано. У вас есть стартовые координаты. Для каждой координаты вы рассчитываете смещение. Ну, то есть координата, сила смещения, координата, сила смещения, координата, сила смещения. Где там вероятностно-холистическая составляющая? В большинстве случаев, как вы, наверное, заметили, если вы будете добавлять растворитель, то будет добавляться бокс определенного объема совершенно одинаковым образом. А вы брали исход, один и тот же липид, размножали его тоже абсолютно одинаковым образом. Если вы даже сравните все ваши грофайлы дифом, вероятность того, что они будут очень похожи, очень велика. Или даже идентичны. Так откуда берется случайная вероятностная развитие системы, эволюция системы? Понимаете, в чем дело? Это да, вот она двигается, но она двигается совершенно терминистическим образом. Координаты, силы смещения. Координаты, силы смещения. Здесь, здесь случайное число. Начальное что? Начальные силы не задаются, они высчитываются. Почему ускорение вы задаете как-то? Почему мы должны? Нет, мы первый раз, у нас есть координаты, считаем силы, считаем смещение. Если у вас одинаковые начальные координаты, абсолютно. Ведь на самом деле в партиюме, который вы делаете, без слоями, у вас у всех должны быть одинаковые начальные координаты. Просто логика процесса такова. У вас есть один липид на всех, вы все одинаковым образом размножаете, одинаковым образом добавляете воду. Воду вы добавляете с помощью этого генбокса, который кубиками все укладывает. Один и тот же файл. Хорошо, это же та же самая динамика утрясания воды. Почему? Почему она должна утрясаться по-разному? Вы считаете, что где-то есть точность машины, которая обрезает какие-то знаки после запятой? Это может быть... Ну, ошибается всегда одинаково. Округление всегда идет в ту же сторону. Вот, я спрашиваю, где рандом? При добавлении воды? Нет, там не рандом. Там кубик, вы который... Ну, там совершенно простейший организм, он говорит, он нам рассказывал. У вас есть кубик, ваш, ячейка. x, y, z в точку 0, 0, 0 помещаем кубик воды, так, чтобы 0, 0, 0 воды, кубика воды 0, 0 ваши ячейки совпадали. Значит, начинаем заполнять весь объем этими кубиками. Потом удаляем ту воду, которая находится вне кубика ячейки, и ту воду, которая пересекается двадцами радиусами с белком. Где здесь случайность? Вот и дело, что на первый взгляд ее нету. Она где-то спряталась. Мы считаем для всех связей, видите, вот, для всех. На самом деле, действительно, ответ для пытливых умов был в МДП-файле. Там внизу было написано, надо ли генерировать скорости. И скорости генерируются случайно, согласно распределению Больцмана. Это раз. Во-вторых, вы использовали термостат, который называется велоситирис Кейл. Вы же делали практику по термостатам? Да. Помните, там были, помните разницу между велоситирис Кейл и Бернсоном? Это, да, это Бернсен. И в чем разница? У него правильное распределение? Более правильное. А у кого самое лучшее распределение? У него. А у Бернсона чем, в принципе, он отличался? На самом деле, Бернсен термостат, который действительно тоже термонистический, он просто использует, скалирует скорости, как я вам рассказывал, пропорционально тому, чтобы, правильно говоря, по-русски масштабировать. Потому что я беру скорости так, чтобы у вас было в целом для всей системы распределение, большинственное распределение скоростей, характерно для данной температуры. Термостат, во-первых, статистическая динамика сама по себе имеет в себе рендом в интеграторе. Этот рендом отображает температуру. Велоситерискейл имеет рендом в термостате. То есть, это само по себе звучит, да? Если есть алгоритм термостата Велоситерискейл, то в нем, особенно его принципиальное отличие от термостата Бернсена в том, что там есть рендом внутри, который позволяет вам получать более правильное распределение скоростей и хорошее, так что людям нравится, во всяком случае, по сравнению с Бернсеном. Вот откуда у нас берется случайность и вероятность получения того или иного результата. Понятно? Хорошо. Итак, у нас есть с вами две возможности использовать силовые поля, а именно способ расчета сил, действующих на каждый атом. Естественно, как мы с вами уже договорились, у нас с вами есть достаточно интересный метод, который называется молекулярная динамика, который позволяет нам наблюдать за эволюцией системы во времени. Из того, что мы с вами только что обсудили, правильно запускать молекулярную динамику надо не несколько специальным образом, а именно каким. Если у вас это вероятность на явление, то запускать один раз одну задачу, это как минимум неверно. Правильно? Поэтому, правильно, для научных исследований надо запустить хотя бы десяток раз одно и то же, абсолютно один и тот же ТПР, чтобы сказать, с какой вероятностью это у вас происходит. И поэтому, а еще лучше, чтобы у вас и стартовые координаты были немножко разными. Таким образом, вы сможете более аккуратно сканировать так называемое фазовое пространство. Сейчас понятно выразился или нет? Вот у нас любимое слово, сканирование фазового пространства. Что это, по сути дела, означает? Это означает, что вы, как мы с вами, наверное, договорились уже, заранее, не знаете, как выглядит поверхность и социальная энергия для вашего объекта или для вашей системы. Она может быть достаточно сложной, да? Где вы находитесь, вы не знаете. В какую сторону пойдет эволюция вашей системы, вы тоже не знаете. Поэтому, если у вас есть возможность взять вот эту точку, взять вот какую-то там другую точку, перечь вот точку, еще какую-то точку, и в конформационном ансамбле выбраны вами системы, то если вы запустите исследование в мультирную динамику для обуви для всех этих точек, что у вас может перезайти? Некоторые системы останутся в локальных менюах, а электросистемы свалятся куда-то, куда они сваливаются. И, конечно, если у вас две разных, ну, или две, не то что равных, а две отличающиеся конформации, которые пришли к одному и тому же, то это тонкий намек на то, что то, что сделанное вами моделировано, скорее всего, верно, и представленные результаты имеют какое-то осмысленное значение. Но это я нарисовал хорошую картинку, правда? Здесь интуитивно кажется, что все так или иначе здесь должно свалиться в один большой минимум. Если картинка, в принципе, это я предполагаю, а если картинка другая, вот такая, и у вас точки вот такие, и высота барьера, допустим, больше 7 килокалорий на моль, а что значит больше 7 килокалорий на моль? Все помнят, почему эта цифра важна? А? Да нет, нет, нет. Мы сами прикидывали просто. Примерно, вот эта высота этого барьера, это примерно микросекунда счета, чтобы его преодолеть. Микросекунда наблюдения за системой. И если это микросекунда, сколько нам нужно делать шагов? Потому что у нас шаг обычно сколько? Сколько у нас обычно шаг? Две фемта. И одна микросекунда, сколько? Пять на десять в восьмой. Значит, это многовато шагов, да? Это значит, что примерно микросекунда, ну там их несколько, или несколько их, это примерно предел современного, то железо, которое у нас есть в доступе, с помощью которого можно что-то посчитать. Если бы у нас было железо чуть более мощнее или специализированное, как суперкомпьютер Антон, мы могли бы считать, ну, примерно там сотни микросекунд вплоть до миллисекунд для небольших систем. Но, тем не менее, надо быть реалистом, что есть, то есть, и надо уметь работать. Поэтому сразу, если у нас оказывается, что мы примерно знаем, что для преодоления какого-то барьера нужно сколько-то, то это. Давайте теперь представим сам простой пример. Как вы можете оценить барьер какого-либо явления? Барьер. Энергетическая партика, которую надо преодолеть, для того, чтобы увидеть переход из одного состояния в другое. Как это можно оценить? Что? Померить? А как мы? У вас есть какой-то там белок, что-то там. Что вы будете делать? Не, ну, я не говорю то, что вам надо обязательно что-то это с счетом проверять. Что у вас есть задача. К вам пришел научный руководитель, говорит, я хочу увидеть, как происходит переход из одного состояния в другое состояние в белке. Потому что он знает, что эти состояния существуют, но какие они он не знает. На самом деле все очень просто. вы должны подойти к нему и сказать, что хорошо, это потенциально можно сделать, но если я буду знать скорость перехода одного состояния в другое, которая у вас наблюдается в пробирке. Естественно, что вы знаете, что скорость, она обратно пропорциональной энергии активации. Собственно говоря, если у вас эта скорость, она, из нее вы можете легко посчитать какие-то килокалории, килокалории и так далее и тому подобное. Значит, естественно, что в большинстве случаев, когда мы говорим о более-менее значимых переходах, для некоторых белков это действительно, эти переходы, они лежат в диапазоне меньше 10 килокалорий. Но как только мы начинаем говорить о каких-то переходах, которые вызваны каталитическими реакциями, например, расщепление АТФ, то мы сразу уже пересекаем этот барьер. Ведь смотрите, 7 килокалорий, ведь естественно, что мы можем попытаться моделировать выброс этой энергии в нужном месте. Это не тяжелло, скажем так. вопрос только в том, насколько нам еще нужна динамика, для того, чтобы увидеть, как эта энергия распределится, как она в итоге придет к тому, что у вас произойдет изменение к формации белка. Значит, вот тут у нас возникает много интересных вопросов. Как нам это промоделировать? И на этот ответ существует уже такое понятие, как гибридные методы квантовой механики, молекулярной механики. Значит, естественно, мы с вами договорились, что взять и посчитать один раз даже квантами целый белок, даже очень простыми квантами можно, но для того, чтобы посчитать всего 50 миллионов раз или 500 миллионов раз. 5 на 10 восьмой это у нас 500 миллионов раз. Это уже кажется сомнительным. и в данном случае естественно, что есть еще один недостаток. Дело в том, что когда вы будете считать что-то квантами, вы должны сильно уменьшить шаг времени, потому что для того, чтобы электронная плотность успевала за смещением ядер. естественно, что подобные расчеты кажутся малоприемлемыми. Поэтому для этих целей используется вот этот метод, за который несколько лет назад, сколько там, два-три назад, дали Нобелевскую преимущество. Помните? По химии 13-м? Не несколько, это два года всего назад, да? Дали премию. Один из них там Левит, Воршел, как-то третит. Карпич, да. Люди получили на самом деле премию за выставку лет в области того, что они понаделали маникулярное моделирование и о том, насколько активно сейчас это стало в области использоваться. Потому что надо признать, что это было с их стороны достаточно смешно. заниматься маникулярно-моделированием, когда компьютеров-то по сути дела и не было. И все расчеты, они казались достаточно примитивными. Но тем не менее, уже тогда были реализованы эти подходы, они продолжены какое-то время назад, начиная с 70-х, 80-х годов. И идея стояла в том, что надо разделить систему на две части, маникулярно-механическую и квантово-механическую. Естественно, что разумным балансом этого разделения было бы так, чтобы они считались примерно с одинаковой скоростью. То есть квантовая система очень маленькая, а механическая может быть очень большой. И тогда собственно говоря возникает вопрос, как нам это сделать. Ну, собственно говоря, здесь все немножко просто. а именно вот так. Вот. Значит, что здесь из-за страшного или не страшного? Все помнят, да? Это наше введение в кванты о том, что есть потенциальная энергия электронов, есть взаимное взаимодействие электронов. Как же нам учесть сопрячь одновременно квантовую механическую систему? Да, очень просто. У нас то, что относится к механической системе, мы будем, у нас имеет заряд. Поэтому, собственно говоря, когда мы расширим электронную плотность в квантовой системе, мы учитываем то, что рядом, на каком-то расстоянии от этой электронной плотности есть у нас с вами заряды из молекулярно-механической системы. Собственно говоря, они тут и описываются. Это, во-первых, как притягивание электронов к этим зарядам, так и отталкивание одноименных зарядов в случае ядер и атомов из молекулярно-механической системы. Естественно, что, если вы помните, расчет выдрывательских взаимодействий в квантовых системах, он достаточно тяжел, поэтому дисперсионных эффектов, поэтому нередко он просто заменяется традиционным выражением, которое влияет на положение именно взаимодействия, влияние аналитическими потенциалами типа Леннерда Джонса, и при этом у вас это просто дополнительная сила, которая влияет на ядра в квантовой системе. Что здесь можно еще интересного сказать? Как это все реализуется в реальном программистском вероинте? Как на примере Gromox. Gromox на самом деле надо признать, что это не самый удобный пакет для моделирования к МММ, но тем не менее им можно пользоваться и с определенными кастелями это работает даже достаточно хорошо. Итак, как у нас все это происходит? У нас если у нас есть разделение системы на квантовую и не квантовую, какие могут быть варианты этого разделения? Давайте представим себя. Когда между квантовой системой и не квантовой системой нет кованентной связи или когда они есть? Вот когда нет. Кажется, что все просто, да? Или нет? Вот, это хороший вопрос, потому что это уже кажется странным, потому что если у вас есть разделение квантовой системы на системы на квантовую и не квантовую, то в месте разделения у вас должна образовываться какая-то свободная орбиталь или что-то в этом стиле. Какая-то дырка явно, обрыв связи. Значит, в реальности это делается очень просто, то есть стараются делать разрыв между квантовой системой, границу между микро-механической и квантовой системой при наличии связи по одинарной связи, как правило СС. Для вас не секрет, что в связи СС у нас есть аминокислоты. Поэтому мне умудрено, что это разделение делается по ЦА, по ЦБТ атомам. И естественно делать по романтической связи нельзя. Почему? Потому что вместо этого разрыва добавляется специальный атом-заглушка. Этот атом-заглушка является кто? Как вы думаете? Конечно, водород. Вот. Но тут есть один хитрый момент. Здесь написано, да. Тут есть один хитрый момент, который стоит в том, что визуально у вас командовая система выглядит так, что это как будто кусочек там, где у вас только кусочек механической системы, но там, где у вас должна быть связь с механической системой, появляется связь с CH. Это все в принципе неплохо. Единственное, теперь надо сделать так, чтобы молекулярно-механическая система чувствовала силы, идущие из квантово-механической системы. Правильно? Как это сделать? На самом деле делается очень просто. Для молекулярно-механической системы этот водород является атомом-пустышкой, который располагается совершенно жестко между двумя атомами углерода, связь между которыми является разрывом. Непонятно? Давайте я сейчас попробую нарисовать. У вас есть один углерод, второй углерод. Значит, это механический углерод, это квантомеханический углерод. Что мы делаем? Мы создаем в молекулярной механике виртуальный атом, который мы называем ЛА. Пусть будет так. Расстояние этого ЛА от этого углерода и от этого совершенно неодинаковые. Ну, зачем же? Представляете, какая длина связи с цепью? Сколько? 0,154. 0,154. А это должно быть 0,1. Да? Значит, это 0,154. Значит, в реальности 0,154. Да, это неправда. Вот. Значит, в реальности что же делается? В связи с тем, что эта связь может колебаться, то, по идее, у нас и расстояние от CH должно, по идее, тоже колебаться, потому что оно как бы должно отражать изменение CC-связи. Поэтому эта пустышка находится не в каком-то жестком положении относительно связи, а в относительном положении в связи. То есть, когда вы пишете, что вот эта пустышка находится между этими этими атомами и говорите, что расстояние LA С QM должно быть равняться чему? L1 0,1 Давайте вспомним. Это мы что обсуждаем? Водород, который затыкает свет. Правда? Ну да. Значит, соответственно, тогда у нас это расстояние будет не что иное, как 0,1 поделить на 0,154. Кто-нибудь знает, сколько это? 2,3 0,65 0,66 где-то так. Действительно, так оно и есть. Поэтому, когда вы описываете в файле относительное расположение этой пустышки, вы указываете не нанометры, а долю от длины CC-связи. И это примерно 0,65. Естественно, она будет зависеть от того, насколько сильная связь колеблется. Вот. Естественно, что когда у вас действует какая-то сила, во-первых, давайте подумаем, какие у нас возможны варианты передачи сил и энергии. Вы можете сделать следующее. Вы можете считать с помощью квантовых подходов силу, действующую на каждый атом. И передавать эти силы в молекулярно-механическую систему для суммирования. Какой здесь есть недостаток? Нет, не очевидно, как нам считать считать силу действующую на молекулярно-механические атомы из квантовой системы. Ведь квантовая система не знает, что они рядом есть. Для них это просто некие дополнительные суммы. Но в реальности квантовая система видит только квантовую, программа, которая считает квантовый расчет, она видит только квантовую систему, больше ничего. Поэтому передать вот эту обратную силу становится проблематичным. Но тем не менее это можно. Но, как правило, этот подход называется микро-итеративным и он используется для оптимизации геометрии каких-то реагентов внутри белка при учете, что, скорее всего, мультиммерно-механическая связь, мультиммерно-механическая часть не двигается. Понятно, для чего это надо? Когда вы построили, допустим, фермент-субстратный комплекс, вы хотите найти переходное состояние, вы считаете, что у вас фермент не двигается, вам нужно найти просто оптимальное положение атомов субстрата вот в каком-то переходном состоянии. В этом случае вы можете спокойно не учитывать силы, действующие из КОЭМ-системы мультиммерно-механическую систему, а просто оптимизировать квантовую систему в поле сил мультиммерно-механической системы. Засыпайте, теряйте мысль. Так, давайте дальше. Как же нам все-таки делать все-таки более точно? Есть еще другой вариант, который называется ОНИОМ, придуманный ловкими японцами. Суть его стоит в следующем, что на самом деле пакет для квантовых расчетов, он все, что делает, он считает градиент энергии, или по большому счету энергию, которая действует на атомы. Естественно, учитывая наличие мультиммерно-механических атомов. А смещение, расчет сил и все прочее делает кто? Программа, которая делает мультиммерно-механический расчет. То есть, это просто дополнительный кусочек сил, то есть, вся идея стоит в том, что вы отдельно считаете энергии, их изменения по координатам и отдаете их мультиммерно-механической программе, которая сама делает все остальные манипуляции. Чем это выгодно? Тем, что вы можете учитывать обратное взаимодействие ММ к ММ, к МММ во все стороны, потому что финальное изменение, финальный расчет сил происходит внутри инкулярно-механического пакета, а не квантово-механического пакета. Что такое градиент энергии, как вы думаете? что это за файл? Здесь написано, смотрите, рассчитываем энергию и градиент для коем-то системы с желаемым уровнем теории. Что такое градиент? хорошо, давайте на примере обсудим это. У вас есть молекула воды квантово-механическая внутри микро-механического белка. Что такое в натуральном виде будет файл градиента? Давайте представим. Слушайте, у вас давно вы... Как догадываетесь, чего? Естественно. Что такое градиент вообще? Отлично. У нас вода из трех атомов. Что такое файл градиента для этой воды? В каких точках? Так, уже весело. Итак, у нас появилось утверждение, что у нас должно быть как минимум три точки. Три строчки в этом файле. Хорошо, сколько? Так, ладно, давайте. Кто-нибудь не может продиктовать простейшую формулу для градиента? Дельта, да? У меня дельта вверх на ложке в квадре пергонечки красавой, да? А, дельта, давайте вот такой дельта. Так да? Равняется, да? Нет. нет, хорошо. А, пергонник равно, хорошо. Равно. Да? Плюс. Плюс. Да. Плюс. Вот, правильно. у нас фклинового пространства у нас хватит, x, y, z. Хорошо, для воды что нам надо сделать? Как записать градиент для воды? три атома. Три атома. Слушайте, напрягитесь вот чуть-чуть. Я понимаю, что вас всем давно рассказывают, все знают эти формулы, все все знают. Но почему-то превратить формулу что-то вещественное в виде файла или в виде того, что нам надо посчитать, обычно вызывает чрезвычайные проблемы. у вас изменения по dx, вы не знаете, какое у вас значение, просто изменения по x. Значит, что? У вас должно быть девять строчек, три строчки для O, три строчки для одного H и три строчки для другого H. Вот и все. В каждой строчке написано минус 0,1 плюс 0,1 минус 0,2. Это значит, куда поедет этот кислород, какой у него градиент? Nicht. Nonno. Jasper Did you get a third Alone? Не, nonno. não, nonno. Догадались, почему три строчки x и x, ну да, три координаты, куда он поедет? И чуть-чуть в другую сторону поедет, правда? Да, вот и все, все очень просто. Собственно говоря, вот что такое градиент, и как он считается. Значит, естественно, что мы рассчитываем, дальше мы рассчитываем энергию и градиент для механической системы таким же образом. И все, что нам нужно, это мы суммируем. Мы суммируем энергию и градиенты для, собственно говоря, градиенты это инструмент для суммирования. В реальности мы суммируем энергию для квантовой системы, для всей системы с точки зрения макулярной механики, а дальше нам нужно что-то вычесть. Потому что если мы для всей, то мы уже два раза считаем квантовую систему, правда? Следите за мыслями. Мы тогда вычитаем, что естественно, мы вычитаем макулярно-механическую энергию квантовой подсистемы. Вот этот подход называется ониум. На самом деле этот подход является более общим. Здесь вместо ММ может использоваться тоже квантовая механика, но гораздо с меньшим уровнем теории. То есть вы можете делать следующее. Вы можете брать, считать какой-то кусочек системы очень точно с помощью высоких, высокого уровня теории и сложными квантами, а в округе вы можете обшить все симоэмпирически. А еще в округе? Молекулярно-механически. А еще в округе как можно? Как это называется? А? Просто механически. Нет, я же вам рассказывал. Мартини. Что Мартини? Мартини. Мартини. Словое поле. Не помните? Это когда у вас крупнозернистое мобилирование, когда в нескольких атомах объединяете водную частицу. А следующий уровень округлений – это, естественно, когда у вас молекула представляется в виде шаерка. То есть не шаерка, а внутреннекулярных движений не существует, есть только поступательные и отвращительные движения целой молекулы. Вот, собственно говоря, как это делается в Громоксе. Значит, смотрите, вам не кажется, что у нас некоторые цифры совпадают, да? Вот эта циферка вот с этой циферкой. Вот так вот записывается информация о положении заглушки, так называемой ла-атом. Связь описывается, естественно, связь между КУМ и МММ описывается в виде дополнительного дистанционного ограничения, которое накладывается на расстояние между ними, потому что настоящая связь между ними отсутствует, колебательная. И, естественно, когда мы для тех связей, которые относятся к квантовой системе, мы описываем их с помощью индекса 5. Помните, что после номеров атомов в топологии Громокса обычно это какая-то циферка? Кто-нибудь пытался узнать, что это циферка значит? Это означает, что после упоминания индексов атомов идет некая еще циферка. Эта циферка отличает за тип потенциала, который описывает эту связь. Естественно, эти потенциалы могут быть разные. Они могут быть гармонические, могут быть Морзе, может быть что-нибудь еще, кубические. И естественно, что для тех систем, которые относятся к квантовой механике, наставляется тип связи, так называемый connection. На самом деле он ничего не значит. Он просто говорит о том, что эти атомы могут быть рядом и все. Они не должны отталкиваться интервальцевыми радиусами. И все. Никаких колебательных потенциалов и прочего на это не накладывается. Вот. Вот примерно как все это выглядит. Вот это мой теперь уже измученный объект. Исходно у нас белок в воде. И вот здесь я выделил зелененьким квантовую систему толстенькими палочками. Все достаточно зорки, чтобы найти здесь заглушки. Скажите, какие аминокислоты имеют заглушки? Правда, всего тут две. И обе они имеют заглушки. Скажите, какими атомами, если не видите? Вот эти две аминокислоты относятся к квантовой системе. Ну вот и какой-то элегант. Да, а теразин. Где у него заглушки, за какими атомами? Да. А что после альфа идет? Ну да. 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 А что после альфа идет? Ну, в общем, здесь видите, еще и ковляшок такой есть. Вот этот. Это и есть атом заглушка, которая является, если мы здесь посмотрим, третьим водородом для тирозина. А в случае муклео-механической системы это просто некий атом-пустышка, которая существует и которая не оправдает вынерывательными параметрам ни отталкивания, ни заряда, ничего. Он просто существует. Он никому не мешает, но с помощью него контролируется длина между атомами углерода, С-бета, который лежит в квантовой системе, и в квантовой системе не прям лежит. С серийным то же самое. Видите тут? Да, ну здесь видно, да, что в итоге для квантовой системы это метанол, а в реальности это не то. Так. Ну и естественно о том, какие системы часто используют для моделирования квантовой механики. Это естественно система, которая у нас... Вы хотите видеть реакцию, где это у нас только энзимы или другие явления. Но кроме самого очевидного объекта интереса это энзиматические реакции, у нас еще часто бывает так, что интересует взаимодействие каких-то атомов, которые способны образовывать коррекционные связи. Самый распространенный пример атома, который образует коррекционные связи в белках. Кто? Самый распространенный. А он образует коррекционные взаимодействия? Ну так кто же? Мы имеем в виду вилозы? Да нет, ну не йон внешне. Самый распространенный, конечно, цинковые пальцы. Цинк, он координируется там кучей аминокислот, ввести где-нибудь, цинк, все что угодно. И в результате у нас с вами получается некая коррекционная сфера. Естественно, что рассчитать коррекционные взаимодействия с помощью квантомеханики сложно, но можно, но гораздо более точно. Естественно, все взаимодействия, связанные с металлами, они, естественно, сложные. Они обсчитываются с помощью квантомеханических расчетов. И в этом случае можно найти интересные данные. Какие-то я статьи тут привожу, даже на сегодняшний момент часто публикуют подобные вещи. Что еще? Давайте до перерыва я коротко расскажу об другом подходе. Итак, наш предыдущий подход стоял в том, что мы для некой подсистемы рассматривали с точки зрения квантовой точности, квантомеханической точности. Можно ли делать это немножко наоборот? Когда вы какую-то часть системы рассматриваете с симуляромеханической точностью, а другую часть системы с гораздо более грубой точностью. Примерно на крупнозернистой модели. Да, для этих целей есть так называемое, я не знаю нормального русского термина на эту тему, поэтому называемое по-английски Adaptive Resolution Scheme. И суть идеи стоит в том, что у вас некая часть системы, она рассматривается полноценно мультиромеханически. Потом существует некая сфера, в которой у нас существует некий гибридный потенциал между полноценной и полноатомной мультиромеханической системой и ее крупнозернистым представлением. В данном случае, когда несколько молекул воды представляются в виде какой-то сферы. Ну и, собственно говоря, и внешняя сфера, которая соответствует этой системе. В чем здесь интересная особенность? В том, что нам нужно как-то попытаться сделать сопряжение между разными уровнями рассмотрения молекул. Естественно, что в данном случае здесь еще есть одна приятная особенность, что уровень теории, с помощью которой вы рассматриваете ту же самую воду, можно менять на лету. То есть вода у вас сместилась куда-то, ее описание изменилось с более грубого на более точное или наоборот. Для этих целей используются специальные функции, которые называются W, с помощью которого оценивают силу, которая составляет общую силу, действующую на частицы, как сумму сил, действующую на частицу в полноотонном разрешении, и сумму сил, действующую на частицу, если бы она была в капсозернистом состоянии. Естественно, что учитывать одно и то же два раза нельзя, поэтому мы должны прикинуть некий коэффициент, который является это W. И W, естественно, меняется в каком диапазоне у нас? От нуля до единицы, да, что ожидаемо. А дальше, собственно говоря, визуально это выглядит примерно так. Когда у вас есть полноатомная система, он всегда примерно для полноатомной, вот этот W для полноатомной единицы равен единице, когда у вас переход на составе он как-то меняется по какому-то лучшему закону. Надо признать, что здесь я просто нарисовал в X кубе и положил на бок. А когда у вас крупнозернистое описание, то уже W описывается как ноль. В принципе, можно было бы написать альтернативную кривую, которая бы относилась к крупнозернистое описание. Естественно, что есть несколько реализаций. В GROM все это реализовано с помощью вот такой вот функции. На самом деле ничего интересного особенного нету. И вот, собственно говоря, наверное, и все, что можно было в этом деле сказать. Я пытался найти какое-то количество статей, которые посвящены использованию этого метода, но их оказалось очень немного, хотя бы в связи с тем, что реализация этого подхода она появилась только где-то год назад. Поэтому насколько эффективно и хорошо это работает, ну, есть просто пара публикаций, причем не очень высокорейтинговых, ну, таких среднего. качества. Но тут, тем не менее, оно достаточно, может быть, интересно для некоторых систем. Ну, давайте представим, где бы мы могли использовать подобный подход. Ну, да, примерно. То есть, когда вам нужно моделировать много пустой воды, то ту воду, которая находится далеко от вашего объекта, имело бы смысл моделировать с помощью подобной схемы. Ну, если вы хотите, чтобы не считать лишнего. Вот. Другой подход. Значит, естественно, что, кстати, вот этот подход, он несколько упрощает сканирование поверхности энергии, ну, то есть, ускоряет счет в явном виде, из-за того, что вода по краям двигается чуть-чуть по-другому, может давать, ваше двигатель считается, что может давать, а может и не давать, где это артефактное явление. Следующее, что мы рассмотрим модификацию микроэродинамики, это метод обмена репликами. Суть его достаточно проста. Ведь, по большому счету, если мы хотим либо просканировать конформационное пространство, либо молекул, могли бы запустить моделирование при высокой температуре. Правда здесь? Потому что чем выше температура, тем выше вероятность преодолеть барьер. Но что будет при высокой температуре? Да, ожидаемо. Денатурация. Чтобы как бы этого избежать, чтобы у нас не появлялась система с явно худшей потенциальной энергией, делается следующее. Запускается несколько параллельных реплик. В данном случае реплика, что это такое? Выберете один и тот же самый стартовый ТПР, и запускаете его параллельно при разных температурах. И если у вас при более высокой температуре происходит какой-то конформационный переход, и этот конформационный переход приводит к тому, что у вас появляется структура с более низкой потенциальной энергией, то появляется вероятность того, что эта конформация будет обменена с соседней репликой. Что значит обменена? Это значит, что программа каждые тысячи или две тысячи шагов сравнивает энергией структур, которые есть в одной реплике и в другой. Если энергия в какой-то системе меньше, то она с вероятностью 0,5 обменивается с соседней репликой этой конфигурации. Понятно, да? Или нет? Где у меня картинки? Вот картинка. Вот у нас с вами есть две параллельные реплики. Третья и четвертая. Оказалось, что у четвертой меньше энергии. Тогда все, что происходит, у нас энергия тогда конформация из четвертой реплики передается в третью реплику. И так далее, и так далее. Она может постоянно передаваться, зависит от того, сколько раз вы настроили информацию об обмене репликами. Ну, естественно, вероятность этого рассчитывается как разница между энергией. Значит, в один раз у нас происходит только один обмен. У нас выбирается там, где у вас вероятность выше всего, там, где у вас больше всего разница в энергиях. Понятно, да? Значит, таким образом, меняясь репликами, что у нас по сути дела существует? У нас, по идее, на самой нижней реплике, там, где самая нижняя температура, да? Должна накапливаться самая структура самой наименьшей энергии. А на высоких она будет постоянно меняться в поисках этой же самой структуры, которая еще может быть меньше энергии. И вот это все постоянно ползает по репликам. В чем тут особенность? Особенность стоит в том, что количество реплик сильно зависит от того, сколько у вас атомов в системе. К примеру, в общем, здесь какая-то есть термодинамика, которую мы можем посчитать. Но, допустим, для системы из 15 тысяч атомов нам нужно запускать порядка 60 реплик. Это много. И самое интересное, что еще одна неприятность во всем этом деле состоит в том, что энергии для того, чтобы у нас что-то происходило действительно более-менее достаточно быстро, у нас температура для самой высокой реплики должна быть высокой. Ну, градусов 500. А какие у нас тут могут быть проблемы? 500 по Кельвину. Потому что оно дентурирует. Но дело в том, что оно дентурирует во все стороны. И у вас может случиться то, что… Ну, это теоретически. Практически в целом поле у вас связи не рвутся. Почему? Потому что там параболический потенциал. Основная проблема в том, что при такой температуре параметаризация в силовых полях она не точная, естественно. Потому что ожидается, что вода должна быть парной, а она там не пар. И все межнековалентные взаимодействия, они, так или иначе, при этом температура оценится очень плохо. Поэтому получается так, что при подобных температурах точность моделирования сильно падает. А если мы берем более низкие температуры, то эффективность вот этого вот увеличения температуры, она не приводит к тому, что мы эффективно преодолеваем все активационные барьеры, которые нам надо преодолеть, для того, чтобы видеть какое-то изменение конформации. Тем не менее, для подобных систем, для подобных методов можно моделировать сборку, самосборку образования структуры биополимера. Ну, в данном случае, это пример для небольшого. Кто это, как вы думаете? Что это за молекула? ДНК? РНК? Так почему ДНК или РНК? Давайте будем считать, что это ДНК. Значит, действительно, это простая шпилька. И если мы начинаем моделировать метод обмена репликами, то все, что мы видим, что у нас получается достаточно сложная система переходов, и финальная структура может, которая, в общем, она отличается от рентгена где-то на полуангстрема, РМСД, и финальная структура, она может получиться совершенно разными способами. Что, на самом деле, не удивительно, потому что считается, что фолдинг – это механизм быстрый, но редкий. Но, таким образом, вы можете увидеть именно, как происходит образование структуры биополимера, и для небольших белков это действительно работает. В данном случае здесь интересно, у нас было мабное оружие, что этот фолдинг, он может, естественно, происходить разными путями при разных температурах. А что значит разные температуры с точки зрения рент, как вы думаете? При разных температурах. Вот эти два пути сборки отличаются тем, что это разные температуры. Как вы думаете, что здесь имелось в виду? У нас в РМД и так много реплик с разной температурой. Вы близки. Нет. Минимальная температура может быть разной. Вот это сборка при минимальной температуре 0 градусов. А это сборка при минимальной температуре 30 градусов. Ну, по Цельсию. Видна разница, да? Что на самом деле при нуле у нас с вами накапливаются неправильные конформации. Здесь они кружочками выделены. Значит, они наиболее предправлены в смеси. А это что значит? Все знаете, что бывает, когда делаете отжиг? Медленный или быстрый? В лаборатории, да? Или не знаете этой особенности? Ну, не знаете, так не знаете. Ну, то, что если вы берете какую-нибудь нуклеиновую кислоту, ее нагревать от 90 градусов и в лед, то у вас там вероятность того, что у вас получается некая представленность разных информаций может быть. А если постепенно, то будет одна. Ну, собственно говоря, это вот компьютерное представление этого процесса. Который очень кажется банальным, но тем не менее он позволяет нам хорошо представлять о том, как функционирует образование, структура белого примера. Ну, сейчас, наверное, я постараюсь побыстрее. Есть еще такой подход. Вот, скажем так, когда вы делаете мугляродинамику и потом анализируете что-то, анализировать координаты всех атомов в пространстве скучно. Точнее, вы часто нельзя понять в этой куче информации о том, что же вам нужно. И мы все с вами пытаемся найти способ изъять какой-то ключевой параметр, который описывает поведение системы. Понятно? Ну, допустим, там изменим поверхность доступной растворителю, степень, количество атомов белка, который находится в альфа-спиралях или в бета-тяжах и так далее и тому подобное. Так вот, коллективные переменные – это и есть вот эти вот параметры, которые мы с вами ищем. Естественно, что коллективные переменные можно использовать для каких-то своих целей. Каких? Сейчас, точнее, я расскажу, но ведь выбор коллективной переменной для той или иной системы – это достаточно важный момент, который позволяет нам с вами понимать механистическое понимание системы. И, естественно, если вы выбрали правильное количество вот этих, так называемых, коллективных переменных, которые описывают поведение системы, то вы увидите именно то, что реально отвечает за ее функционирование. И если оказалось так, что вы выбрали неправильное количество, то у вас, возможно, какие-то артефактные явления типа гистерезиса. Итак, сейчас я буду говорить в основном о специальном плагине Gromox, который называется Plumet. Plumet – это просто некий плагин, который позволяет реализовывать использование коллективных переменных и методы расчета свободной энергии в Gromox с помощью каких-то манипуляций. Итак, вот типичный пример того, какие могут быть у нас с вами коллективные переменные. Наверное, самое интересное, на что я хотел бы заранее ввести ваше внимание, это, допустим, на вот этот NOE. Знаешь, что это такое NOE? Нет? Совсем нет? Никто? Ни разу? Это эффект Аверхауза, который мы наблюдаем в EMR от приближенности ядер тяжелых атомов друг к другу. И как результат мы можем с вами построить картину взаимной приближенности атомов на основе EMR спектра. И самое интересное, что если есть у вас коллективная переменная, с помощью которой вы можете рассчитывать NOE, то вы можете сравнить результаты моделирования с данными чего? Ядернул магнитного резонанса, прямо-таки на лету, что очень на самом деле удобно. Ну тут, в общем, еще есть и другие, и другие, даже CH3 сдвиги, или, допустим, количество атомов, которые принадлежат разным элементам вторичной структуры. А вот типичный пример того, как на основе анализа по коллективным переменам можно построить поверхность специальной энергии. Ведь, если мы попытаемся построить энергию, в зависимости от энергии, от времени, кто-нибудь пытался для ваших систем построить это? Наверное, нет. Но результат будет такой, что там что-то колеблется, и все. Ничего не понятно. Поэтому, если оно из того, что нужно взять энергию, которая, соответственно, можно посчитать распределение коллективных переменных, то можно увидеть достаточно интересные профили, которые, собственно, говорят о том, как происходит какое-то явление. Вот в данном случае у меня было две коллективных переменные. Это расстояние между какими-то атомами. И видно, что сначала происходит изменение одной переменной, потом изменение другой, и потом какой-то результат, что очень наглядно показывает то, как можно использовать эти коллективные переменные просто для анализа. Но, с другой стороны, можно использовать эти коллективные переменные для того, чтобы влиять на сам процесс моделирования молекулярной динамики. Как это делается? Допустим, на примере вот этого адибаотически измененной молекулярной динамики. Суть очень проста. Если вам известно значение коллективных переменных, к которым должна прийти система, то вы можете добавлять, нагревать систему в том случае, если она идет не по пути к тому, которое вы указали. Понятно? Что это, по сути дела, значит? У вас есть, допустим, коллективные переменные. Вы хотите считать, что этот пептид должен быть альфа-спиральным. Вы берете линеечку, запускаете молекулярную динамику в воде и еще добавляете вот это адибаотическое влияние. Как только у вас какие-то углы становятся бета-спиральными, то пептид начинает нагреваться. Естественно, он перещелкивается в альфа-спиральные углы торсионные у острова и при этом не нагревается. Естественно, как результат будет какой? То, что в итоге, двигаясь, 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 ваш пептид станет альфа-спиральным. При этом он станет просто альфа-спиральным совершенно честным с точки зрения молекулярной механики. Никакой внешней силы выдавать не будете. Вы просто нагреваете в том случае, если вас углы не устраивают. Понятно, как это работает? Ну, так будут нагреваться только те, которые не устраивают. Вот. Есть еще другой пример. Уже в этом случае более брутальный. Когда у вас есть известная структура, в которую вы хотите прийти. У вас есть белок в одной коформации, есть белок в другой коформации. И вы знаете, что вы с помощью просто моделирования перейти из одной коформации не можете в другую, потому что это очень долго, у вас не получается и вообще полная фигня залипать где-то по дороге. Поэтому вы можете использовать так называемый стирт МД. Естественно, суть очень проста. Если РМСД, текущее состояние, сильно отличается от того состояния, в которое вы должны прийти, то, собственно говоря, вы его нагреваете опять. Просто даете дополнительный штраф в энергии. И как результат у вас получается то, что вы путем целенаправленного нагрева преодолеваете что? Ну, преодолеваете какой-то энергетический барьер, который вам надо преодолеть. В случае, если РМСД мы нагревали все, чтобы у нас все барьеры стали меньше, то здесь вы просто нагреваете то место, где у вас тот барьер, который вам нужно преодолеть конкретно. Поэтому, естественно, у вас дентурации белка не будет. С помощью плагина Планет используя вот это название стирт МД. Направленную динамику, когда вы знаете, что вы хотите. Вот. Также можно еще добавлять некие стены. Причем стены здесь понятие абстрактное. Любое значение коллективной переменной может быть некой стеной. Теперь у нас самая интересная вещь – это метадинамика. Что это такое, как вы думаете? Как метафизика, да? Только почти. Значит, идея стоит в том, что если у вас есть система, которая находится в глобальном минимуме, а вам нужно увидеть ее, какой-то переход в другое состояние, но вы не знаете, какое это состояние, что нужно делать? Толкнуть, пинать ее надо, да, чтобы она там полетала. Но для того, чтобы она, чтобы что-то с ней происходило и более-менее хорошо, предлагается делать следующее. постепенно добавлять энергию при том факте, что какие-то ваши коллективные переменные не изменяются. Вот смотрите, у вас какая-то связь стабильная. Мы добавили энергию, она стабильна. Добавили энергию – стабильна. Добавили энергию – стабильна. Добавили энергию – стабильна. Добавили энергию – стабильна. Еще добавили – снова стабильна. Да что ж такое-то? Еще добавили. И тут она взяла и перешелкнулась. Вот, собственно говоря, какая-то и происходит. Видите? Мы добавляем какие-то так называемые хилы или холмы гусяновской формы, которые приводят к тому, что вы перескакиваете уже в положении B. Для чего это нужно? Это типичный пример того, как можно использовать метадинамику для чего? Для того, чтобы перескакивать какие-то барьеры. Но какие барьеры вы не знаете. То есть вы не знаете, что у вас должно получиться. Вы просто берете и говорите, что я знаю, что это хорошее стартовое состояние, это минимум энергии, но мне нужно перейти в ближайшее соседнее, которое что-то может быть. Простой пример. Мы с вами умеем делать квантовую механику, к МММ. Чтобы стимулировать образование реакции, что нам нужно сделать? Нам нужно привести какой-то барьер, правильно ли? У любой реакции есть барьер. А как его преодолевать? А как происходит дальше реакция, мы не знаем. Мы выбираем какую-то коллективную перемену, которая ответственна за преодоление первичного барьера. Смещение какого-то атома в одну сторону, отщепление протона, еще чего-то. И объявляем, что по этой коллективной перемене мы добавляем энергию. После того, как мы спихнули энергию из состояния глобального минимума, она сама начинает эволюционировать в ту сторону, в которую она захочет. Вероятность, таким образом, естественно. И вот знаете, чего эта эволюция приведет к тому, что у вас появится, либо произойдет реакция, либо не произойдет. И узнать будет такое, что вы можете, не зная наперед, как должна идти реакция, получить картинку этой реакции. Потому что все остальные квантовые методы, которые построены на том, что моделируете реакции в белках, предполагают, что ход реакции известен. Естественно, что методинамика, есть еще и модификация, которая называется Bell Tempered. Идея стоит в том, что добавляемая энергия, она скалируется определенным образом для того, чтобы соответствовать какой-то температуре, чтобы это было чуть более аккуратно и более хорошо. Так. Какие у нас могут быть преимущества и недостатки методинамики? Преимущества. Естественно, то, что мы ускоряем события, которые мы никогда бы не увидели, используя обыкновенную мукулярную механику. Естественно, то, что знание того, что у вас должно произойти, вам в данном случае не нужно. Все, что вы делаете, вы выбираетесь из минимума. Вы выбираете с помощью пинков, которые вы добавляете по коллективным переменам. Самое, наверное, интересное то, что если у вас записана история, как вы добавляли энергию, то, естественно, вы можете восстановить профиль потенциальной энергии системы. Понятно как, да? Отсюда понятно, как восстановить профиль энергии системы? Если вы просуммируете вот все эти хомики и вот этот хомик, тоже потом, когда вы зальете, то у вас получится в итоге профиль потенциальная энергия всей системы. Так, знаем, мы проверим специальные энергии. Вот. Единственное, что из недостатков. Надо признать, что все-таки человеческий фактор есть. Но сейчас уже на самом деле и кинетический фактор, наверное, будет тоже неправильным. Почему? Потому что вы нагреваете какую-то часть системы, а это не очень верно. с точки зрения Больцинского распределения. Но с другой стороны, может быть и верно, потому что при Больцинском распределении у вас вероятность того, что какая-то часть системы будет горячей, тоже есть. Все это понимают? Что надо понимать? С какой-то вероятностью разные куски белка могут быть горячее. У вас Больцинское распределение-то вот такое, правда ли? Где у нас… Что тут у нас по синтекс? Да. А тут представленность там, инстаграмма, как все что угодно. М. Естественно, то, что любая частица может иметь любую температуру. Только с меньшей вероятностью. Вот и все. Но тем не менее, когда мы нагреваем конкурентную часть, мы сильно изменяем эти вероятности Больцинские, правда? Поэтому и предположительно кинетические данные, они будут не очень точные. Но тем не менее, в общем, тут ведь есть некое обсуждение со стороны известных товарищей. Паренелло – это, в принципе, изобретатель метадинамики, которые это нам позволяют делать. Коллективные перемены выбирать интереса. Шикарно. Значит, коллективные перемены надо выбирать очень аккуратно. Естественно, то, что при этом надо использовать свое представление о том, как система должна работать. И это, естественно, интерактивный процесс. Если что-то вы не понимаете, надо это обновить, улучшить и так далее. Естественно, что в коллективные перемены надо включать те параметры, которые соответствуют медленно изменяющим степеням свободы. Ну, это очевидно. Да? Включать в коллективные перемены то, что медленно меняется. Мы же хотим ускорить процесс. Вот и все. Зачем нам включать то, что быстро меняется? Так, естественно, количество переменов должно быть небольшим. Ну, естественно, метод подхода и ошибок. Да, кстати, тут еще можно использовать методинамику так же, как ремпт. То есть параллельно запускать несколько реплик, в которых имеются разные коллективные переменные. Эмидж-то будет влияться методинамикой на разные коллективные переменные. То есть они будут между собой обмениваться, что придет к достаточно интересным результатам. Вот пример. Статья в Патмассе. Когда люди с помощью вот этого подхода моделировали образование структуры белка разными способами, при этом, что у нас было коллективной переменной. Никто не видит, что здесь написано? Ну и слава богу. Сейчас я посмотрю сам еще. Это, естественно, химические сдвиги, полученные по данным ядерномагентного резонанса. И, собственно, это моделирование привело к тому, что люди смогли восстановить такую четырехмерную поверхность потенциальной энергии. О том, в каких состояниях этот белок себя как чувствует, в какой мере. Что, собственно говоря, есть, будем считать, что более-менее детальное описание процесса фолдинга. Естественно, даже методинамика используется, может описываться, используется для моделирования фолдинга, поиска метастабильных состояний и прочего. А вот еще один прикольный пример, когда с помощью методинамики вы можете моделировать процесс связывания леганда с белком. То есть у вас есть вода с легандом, есть белок, а дальше что-то надо сделать. А дальше задается некий внешний потенциал в виде воронки. И ожидается, что вот по этой воронке будет двигаться наш низкомкулярный леганд, и в конце концов он будет ползать по белку и найдет свое место. То есть главная идея стоит в том, чтобы не дать леганду ползать там, где не надо. А точнее ползать по поверхности белка. Вот так можно промоделировать, не просто сам факт, где леганда, как связывается, а как он туда попадает. Что? Что? Ну тут на самом деле можно делать несколько конечных траекторий с разных сторон, с разным наклоном. А белок двигается, все двигается. Все шевелится, все там это. И вот этим самым можно увидеть, где леганда залипает, на поверхности белка, как может быть дальше происходят изменения и так далее. Но самое интересное из всего этого стоит в том, что еще при этом достаточно хорошо получается энергии связывания. Очень хорошо, с прогрессивностью первым 0,1 ккал на амоль. Вот. Ну и еще тут. Ну это примерно то же самое. Это метод динамика, когда используется, исследуется, такие уже примерно, по-разному. Там можно с этой воронкой, а можно просто притягивать, делать коллективную переменную, направленную. То, что у вас леганда должен образовывать какое-то N количество контактов с белком. Если он образует меньше, то вы его нагреваете. Понятно, да? Что при этом происходит? Естественно, леганда будет, если он залит где-то там, где у него мало контактов, он начинает шевелиться и выскакивает, и идет туда, до тех пор, пока он не идет в то место, где у него нужно количество контактов. Но при этом надо знать, какое количество контактов у белка с белком. Он говорит о этого статьи. Ну все.